Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого. Так, вступительное слово перед этим видео. Это командный матч 2 на 2 человека. И впервые я не буду комментировать его после записи, потому что мы с моим партнёром по команде общались в скайпе, и я это всё записал. Так что комментарии будут самые что ни на есть в прямом эфире, грубо говоря, прямо во время матча. Соответственно, я не могу никак редактировать видео, чтобы не потерять комментарии. Поэтому это будет, считайте, летсплей. Ну а так как видео у меня тут занимает более 7 часов, мне придётся его разбить. Я решил разбить по 2 часа. Так что я вас заранее предупреждаю, если вдруг вам такой формат не нравится, ну потому что это реально летсплей, тут ничего не вырезано, то, может, лучше не тратьте время. Однако я хотел показать вот именно командную игру 2 на 2, поэтому буду потихоньку выкладывать. Всё, я вас предупредил, начинаю. Я с ним не раз играл. Ладно, в общем, я включил запись. Привет всем зрителям и слушателям канала Лёша играет. Вы слышите Лёшу Халецкого, и этот раз я не один, а ещё и Скулкэп. Всем привет. Миру его зовут Женя, он из Киева, я из Минска, и этим видео я начинаю серию видеокомандных игр. Ну, точнее, как начинаю серию? Надеюсь начать серию, потому что если мы сейчас проиграем, то на этом вся серия и закончится. В общем-то, и никакого продолжения не будет. Да, мы участвуем в турнире командном, опять турнир. Командная игра 2 на 2 на карте Восток против Запада, это такие два прямоугольника, разделённых проливом, и мы в команде с Кулкэтом. Причём сейчас мы будем играть против очень грозных соперников. Если вы смотрели мою серию дуэльных турниров, в котором мы в финале играем, мы ещё на момент записи вот этого видео ещё не выяснили, кто из нас чемпион, то есть мы с Кулкэтом играем в финале, а третье и четвёртое место как раз заняли наши теперешние противники, HLDM и Никола. Поэтому вот этот волей жребия, получается, что мы сразу же в 1-8 финале играем с довольно сильными соперниками. Если мы будем побеждать и дойдём до финала, это всего 4 игры будет. Так что недолгий совершенно турнир, но 4 игры, но он может сократиться и до одной. Надеюсь, этого не произойдёт. Итак, я играю за греков, мой партнёр играет за персов, а мы играем против Индии и Сиама. В общем, очень интересная игра. Да, впервые, кстати, я буду параллельно и играть, и комментировать видео. При этом вы ещё и будете слышать моего партнёра. Итак, мы рожаемся, рождаемся, и я вижу, что у меня офигенное место. Да, у меня тоже, только я очень далеко от моря. Это грустно, да. Дело в том, что чем ближе мы к морю, тем проще нам будет переправляться на другой берег. Мы планируем играть через Раш, перекинуть наши войска по-быстрому туда и всех победить. Дело в том, что, видите, наши соперники играют через... Ну, скорее всего, раз взяли Индию, это будет через традицию играть, потому что расселяться Индии это очень такая муторная задача. Ладно, я ставлю город. Тут особо двигаться некуда. Так, я так понимаю, сверху угол карты или ещё есть куда двигаться? Потому что я думаю, под Петру поставить на серебре. С понятия. Ну, так поставь, какая разница, если даже сверху угол карты и что? Ну, у меня город вырастет, обрабатывать нечего там. Не выглядит углом карты. Выглядит, что там ещё место есть. Блин, ну так тебе ж ещё ходить... Ладно. Вот, видишь? Так ты только через ход будешь город ставить. Кстати, пишите в комментариях, как вам вот такой вид записи. То есть, я вставлю наши переговоры сразу в видео и вот в таком виде выложу, собственно, на камеру. То есть, я не буду, как раньше, сверху комментировать. И мне кажется, так будет динамичнее. Так, мы исследуем гончарное дело первым. Единственное, что, конечно, я не всегда буду говорить. Тут придётся иногда замолкать, слушать, что мой напарник говорит, потому что очень важно. Ну, всё, я заканчиваю ход. Дальше будет уже таймер. Ну, зря ты взялся записывать так. Столько лексики будет нетензурной. Ну, мы, надеюсь, будем. Ну, мы уже играли несколько тренировочных игр с Кулкэтом. Когда-то выигрывали, когда-то проигрывали. Тут надо было проверить стратегию, посмотреть, что лучше работает, что хуже. Вообще, конечно, изначально самую первую игру мы думали, что раз тут пролив такой, то будет лучше играть через традицию, потому что когда ещё к нам приплывут, знаете, а мы тут такие разовьёмся. Короче, к нам приплыли на 45-м ходу, и на 55-м всё уже было закончено. Поэтому, оказывается, в итоге эта карта очень подходит для воли. Потому что вот этот пролив, по нему намного проще перебрасывать войска, чем, например, если вы будете идти по горам, по долам, на Пангеи обычной. Здесь просто стоит ставить города на побережье. Ну, там первые два, три города. Где-то три-четыре города, ну, лучше три, а потом уже по-быстрому перебрасывать на тот берег, открывать основные технологии, ну, вы видите, по каким мы технологиям идём, брать волю и, собственно, рашить. Что ты хотел сказать? Девять Петрохолмов. Ну, офигеть. Тут главное до... Мистер Синай. Тоже неплохое чудо. Тут главное дожить до этих Петры. В принципе. Проблема в том, что карта эта довольно зеркальная. То есть мы обращали внимание, что если какие-то бонусы есть у нас, то, скорее всего, они будут и на карте соперника. Поэтому, если у нас есть пустыня, то явно она и у соперника есть. Ага, вот и варвары. Да, мы играем без городов-государств и без руин, чтобы вы знали. Поэтому, например, уникальная способность Афин тут работать не будет. Когда они с городами-государствами там всякими нехорошестями занимаются. Так. Ух ты, у меня что-то построилось... Построился монумент раньше, чем мы открыли гончарку. А как-то... А, ты же у нас долго ходишь. И у нас город не поставил. Так рабочего зачем? На рабочего переключить? Стоп. Да, что-то я... После монумента мы строим... Амбар. А после амбара рабочего. Поэтому я сначала вот... Так. Открываем животноводство. Да, в прикомандной игре у нас одинаковый... Ну, одинаковый вклад в науку. То есть, если кто-то один будет открывать, исследовать одну технологию, а другую другую, то будет очень медленно и та, и другая технология открываться. Поэтому мы должны синхронизироваться и вместе одну и ту же технологию открывать. Ну, в принципе, это все, что тут делится пополам. Еще эффект от стены работает на всех. И, по-моему, это все, правильно я говорю? Комменты тут пришли, я прослушал. Понятно. Кто там к тебе пришел? Я говорю, что в командной игре только эффект от стены и от технологий делится, правильно? Ну, из того, что мы знаем, да. Может быть, еще от чего-то. Поэтому приблизительное время высадки на противоположный берег где-то сороковой-сорок пятый ход. Во всяком случае, к этому моменту надо точно исследовать акваторию. Как бы... Ну, это в идеале. Да, это в идеале. Да, сюда я зря пошел воином. Тут, к сожалению, обрывчик. Да, не разгонишься у нас тут по городам. Да, надо обратно переться, исследовать, что с той стороны. Добычу руды. Не забываемся решетам по демографии. Так, наши соперники еще не вышли вперед. Литературу они еще не изучили. Еще будет интересно, конечно, если индусы с Сиамом решат тоже рашу строить. Мы еще думали, то есть, такую стратегию, чтобы заселять побережье городами так, чтобы соперник не мог свои поставить. Но, к сожалению, вот я смотрю, что на данной карте Персу далеко будет идти. То есть, хотя бы второй город ему точно не на побережье надо ставить, потому что нерационально это будет в данной ситуации. Но вообще, если недалеко от побережья, вообще самое классное, когда обе столицы, ну, не обе столицы, хотя бы одна столица на берегу. Я боюсь, как бы вот у Индии как раз такого не было, потому что, блин, зажал меня, блин, очень неудачно. В общем, я сходил тут проверить. Несколько раз мы играли в тренировочные игры, и у нас было, что Индия как раз оба раза на берегу была. Ну, я скажу более того, Никола поставил свою столицу на третьем или четвертом ходу даже. То есть, он ее сдвинул. Ага. Тогда мог быть вариант, что он как раз сваливал от берега. Ну, либо наоборот. О, свалил все-таки этот. Можно пройти. Да. Дальше у нас мореходство. Ну, мореходство рано еще тогда изучать. Давай тогда арчери. Или вообще охоту может, чтобы конникам... Зачем? Нам каменную кладку. Нам еще нужно рабочих построить, правильно? Да. Вот. А потом уже лучников. То есть, каменную кладку изучаем? Да. Каменная кладка это, напомню, дуэльные мои видео для кого? Для пирамид. Ну, тут варвары очень хорошо себя ведут, не нападают на меня, хороводы водят. Так что все нормально. Я нашел хорошее место под второй город. Ну, хорошо, строй. Или это для моего? Ну, я тоже могу там поставить. Вот, левее коров. Например. Сейчас. Левее коров? Либо на овцах. Ага. Лучше даже, наверное, на овцах, потому что... А где коровы? Я что-то не вижу. Коровы ниже, а афин слева. А, и тут? Лучше, наверное, даже на овцах, чтобы не забирать твои клетки. Да. А, давай еще попробую пройти. Итак, в Афинах готовый амбар. Перепрекляемся полностью на производство, чтобы как можно быстрее рабочего. А, и так 5, и так 5, по-моему. Не, так 7. Так. И после рабочего уже начинаем вовсю лучников строить. Хотя, конечно, Грецию мы брали только ради гитайеров. Я их в дуэльном видео против Энна Турнфаста называл гейтарами. Почему-то. Ну, гитайеры, правильно. Так. Играем мы, кстати, не агрессивными варварами. Но, почему-то, эти не агрессивные варвары очень агрессивны всегда. Я, кстати, могу честь прямо сейчас взять. Ну, того же до поселенцев. Ну, блин, это важно. Мы просто спорим, что важнее поселенцев быстрее. Ну, нет у тебя армии, чтобы очки набирать. Ну, что, взял, не взял? Взял. Понятно. Втихаря. Втихаря вы видели? Ага. Нифига себе, какой они пантеон отхватили. Что взяли? Закажешь обрабатыванную клетку с лагерем. Ну, все, они ушли в развитие. В аджор, да. То есть, нам надо высаживаться, то есть, как можно быстрее. Да, я думаю, что Никола уводил поселенца с берега. И они идут в аджор. Правда, неизвестно, кто из них взял пантеон. Я думаю, что это Сиан. Потому что Никола не скоро поставил город. Хотя, все может быть. У тебя убился кто-то? Нет? Варвара убил. Так. Ну, я уверен, что они пошли в сады. Учитывая их игру. То, что они взяли аджор, то... Так, давай, Арчери. Это... Я сейчас буду... Ты спускайся дуболомом вниз. Я сейчас буду долбать этого. Мне нужно защитить Персиполис. Я не смогу спускаться. Мне нужно строить пирамиды. Плюс мой рабочий сейчас будет. Мне надо защищать его. Я просто думал, что ты сейчас возьмешь культурку. Так я же не взял в честь. Я взял. Я тебя спросил, взял? Ты сказал, взял? Я промолчал. Понятно. Хорошо тогда. Иди, куда там тебе надо. Иди, уходи. Так. Один ход до рабочего. И после этого... После этого... Лучники. Ага. К сожалению, На один ход раньше, чем лучники появятся. Ну, ладно. Я, кстати, по всем показателям, Кроме ВНП, На первом месте по демографии. Я вижу. Что не может не радовать. Ну, они, видишь, Видимо, переключились на производство. Какую-нибудь там библиотеку строят, видимо. Ой, удивляет меня Никола, честно. Какая-нибудь. Продолжение следует... Продолжение следует... Видите, мы не знаем еще, кто победил, мы или они, но с Николой мы удивлены, что если вы победите, то, конечно, мы были неправы, может, вы что-то лучше знаете, чем мы. Продолжение следует... Потому что, ну, это берется, когда там... Обычно, когда оленей много рядом, а сами олени вместе с амбаром дают уже три яблока, плюс еще это, это четыре яблока с оленей, это... Улет просто... Ай, ё-моё, куда я всунул скаута? Ну, смотри, тут хорошее место для твоего города. Где? Смотри, лошади. Вот где стоит лучник... Лучник варваров рядом с моим скаутом. Ну, это все здорово, так вы что, на побережье-то не селимся? Не, ну, блин, ты будешь идти в... Второй город можно тут поставить. Ты же будешь идти, блин... Ты хочешь сходить? Меня что-то волнует, что далеко тебе идти. Вот гады. Нет, там классные происходят, я не спорю. Итак, у меня родился поселенец, поселенец Егор. Егор пойдет на побережье основывать следующий город. В это время Афины сразу начинают следующего поселенца фигачить. М-м-м, да. А почему Егор? Ну, какие-то плохие ассоциации с Егорами? Что-то они тебе сделали в жизни нехорошее? Да нет, наоборот. Лучший друг Егора. Ну вот. Твой лучший друг Егор, надеюсь, нас не подведет. Что там, построили... Нет, не построили. Что-то у меня звуки постоянно какие-то меня смущают. Так. Давай, что у нас тут для роскоши? Охоту мне нужно, чтобы этого слоника прицепить. Как раз он по пути к лошадкам. Будет. Ну, давай. О-о-о-о-ой. О-о-ой. О-о-ой. Что там такое? Егору мешает? Нет, никто ничего не мешает. Я просто думал... Блин. Я все-таки этот город поставлю вот на овцах. Точнее, не на овцах, а... Где? Просто очень классное место, вот где апельсины. То есть, вот просто... Все время налево от Афин. Одно, значит, на побережье. Ну, на побережье, естественно. Ладно. Я там в третий город поставлю. Так, отлично. Соль присобачена. Да. окно ухал дыма второй город уже я вижу так ну что колесо или оптику оптику давай на рано еще оптику давай колесом ну или давай оптику оптику хорошо я вижу тебя уже лучником смотреть у них разведывает что они так этот готов блять этот не готов это плохо придется скаутом добивать как монумент строим или армию напомню в каком смысле в втором городе ну а во втором тебе монумент я лично три рема сначала ой что ты что-то ну есть потенциал взять веру первым походу ты вообще на побережье селиться не будешь так ну не знаю как интересно вам это смотреть нам интересно играть довольно сложные условия и надеюсь в итоге из них выйдем с честью нам через два года будет открыта оптика это значит что наши юниты уже смогут переплывать этот проход я смогу юнитами смотреть разведывать тут все я нашел себя место для третьего города мрамор внизу улору мрамор соль оазис олени просто где мой лучник стоит а так это для твоего города да это третий уже через ход будет поставлен круто опа я пирамиды один ход посмотри на персеполис Да Так они все-таки Идут в расселение что ли Ну ладно, это не страшно Ну как тебе сказать Когда один ход остается Ну обидно Обидно Ты видишь то, что вижу я И самое интересное Что я могу здесь поставить город Ставь Не, пока я в данный момент я не могу Значит не сможешь Ты думаешь, мне как бы компьютер вроде говорит, что могу Да нет Сейчас посмотрю Блин, куда же тогда Это очень интересно Так, значит мы можем посмотреть через что они играют И они, Никола через традицию HLDM через Liberty Знаешь, я могу город поставить Ставь город, однозначно И рыбу захватывать И рыбу захватывать Стратить деньги, да Есть деньги? Да Покупай Отлично Я не знаю как Походу Если через море То можно Другому у меня Объяснений других нету Так, ну что, констракшн или колеса или вообще лошади давай Давай лошади сначала Давай бессмертных Мне нужно для цитрусовых Давай И Ну собственно для бессмертных Это очень интересно Надо теперь мониторить побережье, видимо Каким-то образом Да, я наверно приду поставлю город Но там внизу будет разведывало Ага Так что у нас по населению Индия уже впереди Строй максимум войск У меня денег просто много За счет У меня пока немало За счет того, что я пирамиды не построил Да, конечно Обидно Я не знаю То есть От кто увел пирамиды Индия или Сиан По-моему Индия Ну да Я думаю Индия За счет Принятия института Видимо так Ну что, я сетлеры опять строю? Да Я вообще предлагаю нам побольше городов сейчас Понаставлять Потому что Там традиция Тут надо давить Толпа Потому что я буду воевать один Ну вот Иду Ладно У меня тут прокачанный Скаут С плюс одним Сейчас он поплывет на ту Сторону Что-нибудь Разузнает А что у нас с войсками По войскам я на первом месте На последнем Индия Ну то, что Индия будет на последнем Это понятно Так, Трирема тут готова Так, ну так что, третий город я ставлю сначала на побережье Смотри-ка Вот у него еще Смотри, у него столица на побережье Отлично Да, иди на побережье Так, календарь нам нужен? Календарь? Нет Давай лошадей Наконец откроем Давай Думаю же констракшн Да Потому что гитары Это гитары Это гитары Вы гитары Так, подожди Я город где-то наверху ставлю Ну, либо заплывем туда где-нибудь Ставь вот на холме Вот видишь, где внизу варварский этот Ну, там далеко так идти Ну, хорошо Нет, не на место варвара А вот холм, который выше варваров Подожди Это на дофинами или внизу? Ниже, афин А ты вверху хочешь? Ну, слушай, я про верх Просто и не думал даже Можешь наверх сходить Короче, я ставлю город на побережье У нас внизу Ты ставишь Где ты будешь ставить своего поселенца? Вот это я хочу понимать У них на берегу Все Ой Вопрос снят Так, значит, мне придется Ниже этого села Сачаналая Бля Черт, он убьет моего лучника Ё Ёлка-палка Уж это кто-то фесткликер Ричел Диэм Научились бы стратегически играть А не Кто быстрее на кнопку жмакнет Правильно я говорю? Ну, ты как за меня играешь Должен подтакивать Говорит, да, да Я говорил, не стоит записывать Думаешь, обидится? Эйчел Диэм Да нет, думаю, это только начало Вот таких вот Судя по сыгранным с тобой играм Он стыдит возмущаться Да, лучник готов К сожалению Так, ну, вверху расследуем Он, видимо, города вверх ставил Так, сколько у него вообще городов? А, у него уже три города Он бы мог и вниз поставить Слушай, так они могут так разделить Что типа А, ну три города Три города, да Я так понимаю Эйчел Диэм Будет Сдерживать Так, а кто тут Понятно Слушай, так может мне Не плыть к поселенцам К нему? Или плыть? Может меня вот внизу поставить Где я тебе говорил Ставить? Блин, ну я туда поселенцам уже Ну давай я там Хорошо Нет, нет, нет Так я могу и вверх пойти Мне тут не важно Мне от Афины туда и туда Ну, ставь тогда внизу там Ты все равно дойдешь Быстрее, чем я А я пойду уже Поставлю на другом месте Так, у нас еще лошадки не открыты А, еще четыре хода А ты куда пойдешь по силенцам? Так иди у Луру тогда Один к Луру, другой там, где Синай Блин, у них метка лучники уже Ну, пускай идут к нам Да, и у Сиама выше войска, чем у нас Слушай, ну мне надо, чтобы ты тоже войска строил Я строй, я же далеко от тебя нахожусь Ой, варвары, как всегда, не втянут Так, блин, как бы я сейчас опять на город Сиама не нарвался Скаутом моим продвинутым Ага, никого, зашибись Это очень хорошо Пляааа, как пляаа Это я буду вырезать Я не понял, а как я подъехал и не увидел границы Индии? Блин, он, наверное, только что поставил город Ааа, потому... Вот и все Ну, просто прямо вот я, когда передвинулся, границ не было А ты высадился? Нет А скаут на воде, он же не видит обзор Так, я прямо к границам подошел Мы при поддержке Трирем Будем высаживаться Так, интересно Кого убило? Да ё-моё, каким образом? А что, кто умер? Лучник мой, его варвары убили каким-то образом Непостижимым Эти спарту я не очень правильно поставил Ты что, с трех сторон атаковать можно? Ну, да, это плохо, это очень Более того, там ещё Так, океан сделан, что он может сразу с трёх сторон напасть Да Так и Каринф тоже Ё-моё Ну, я тебе говорил ставить на овцах Либо левее по коробке Ты поставил Не там, не там Да, вот такой я дурачок А четвёртый город Я вообще поставлю Что его можно будет с четырёх сторон атаковать Гениально, Ватсон Ну, меня убил вот этот Вот эта тварь варварская Чё, и сюда прёшься? О, готово Гитары можно строить Английский Companion Cavalry То есть Компанейские Кавалеристы Компанейские Всадники Так, ну Теперь у Констракшн можно открыть Вот они все правильно поставили свои города А мы все хреново Точнее я Потом у тебя на гитаре блямкает Это музыка Цивилизация, кстати Ты спешишь её? Да А мне нравится Классно играет Что-то я не вижу, где твои города ещё Где ещё Ещё два города Ну вот раз А вот два Ну ладно Убедил Эх, блин Знал бы я Что там ещё Две рыбы внизу Слут Эх Очень хорошо Снизу они Ниже Аргаса Они высадиться не смогут Только через Аргас Ок Значит Либо только через Аргас Либо сверху Спарты Причём я их увижу Их высадку Если чё Надо идти к Голиасу Надо идти к Голиасу Но Высадка Гитарами не отменяется Так, пойду ты сам убивай Будёте помогать Голиасу Ну, понимаешь Вот Никола построил пирамиды Для традиции Это не самый лучший выбор В моём понимании Ну, он построил пирамиды Видимо На двоих Ну, они ж на двоих не работают Не факт Мы не проверяли Мы как раз проверяли Специально тебя спрашивал Да, точно Смотри Я сейчас могу взять Пантеон Причём Я вот думаю Если ты мне Дашь города На один ход Может он распространится Пантеон На все города Ну, давай попробуем Это на один ход Буквально Ну, давай попробуем Так, давай Во-первых Что мы открываем Давай К стене пойдём Зачем Ну, зачем нам стена Чтоб они не взяли Логика хорошая Нам бы побыстрее Выйти в компас Ну, это прилететь Ну, как хочешь Можем открывать Нечную стену Но я бы письменность выучил Ладно Так, давай быстрее города Давай мне Сейчас Я всеми похожу сначала Скорее Скорее Или Блин Сейчас я даю Даю Ну, 15 секунд Да, распространилось Теперь вопрос Слушай, а больше времени Стало внезапно Прикол Забирай Хер Блин Хреново Ну, мы попробовали Бля Я из-за этого Трирему потерял Не знаю как Но Ну, потому что Я дал тебе город Трирема Получается Встала за ним И попала Под обстрел Бля Вот зачем мы это сделали Все, что строилось В городах Надо заново строить Как тебе такой ход? Нифига себе Мумбаи поставлены Да Так что Мы не высадимся В общем Что-то мы Лажаем Сильно с тобой Надо бы Подсобраться Блин Скоро Триремы Должны были Быть построены Куча И вот этим Странным ходом Мы как-то Лажанули Это дело Да, плохо Очень плохо Ладно Не расслабляемся Так Письменность Открыта Давай Все-таки Все-таки Что? Ты хочешь стену Построить? Ну, окей Только у них Глясы будут раньше Ладно Календарь давай И Мы ничем Не отобьем Города Против Голиаса Просто Если бы мы Сейчас высадились Тогда Да, стена Нужна Чтобы они Не подстроили Чтобы мы Продолжали Все нападение Но поскольку Ты видишь Что мы 45-й ход Уже позади А высаживаться Там толками Негде Высадиться Можно только Сверху По идее Еще можно Снизу 3-4 Да Снизу Можно Но Снизу Не получится Потому что Надо проплывать Мимо Мумбаи Так же Как и Надо проплывать Мимо Аркаса А сверху Я могу Проплыть Незаметно Для них Ну, вон там Видишь Варварский лагерь Атакуется То есть Там Все мониторится Да Там стоит Метколучник Но Шифтом Высаживаюсь Гитайрами Например Сейчас я проверю Конкретно Кто там Стоит у него Проверил Что Кто А Причем У меня Убила Продвинутую Древему Между прочим Которая была Прокачена Против Лодочек Как раз Какая фигня Может библиотеку Построить Они письменность Не открывали А нет Открыли Ну, кстати Библиотеку Очень классно Компас брать В библиотеке Я строю Однозначно Ну, попробуй Только нам Что надо Для этого Открыть Философию Теологию Мы успеем А надо Философию Драму и поэт Теологию Ну, ладно Можем теологию Взять вообще Конечно Да, ну Хорошо Даже если Не сможем взять Компас Вот я что-то Не посмотрел Вот Им не достанется Но библиотека Тут, конечно Надо Надо Отстроить Я думаю Они ее Построят К сожалению Тоже так думаю Но Надо Пытаться А, ты знаешь У меня производство Первое место Ну, пока Ну, не можешь Нам Все время Не вести Так В этой игре Да Да А под Петру У тебя Ничего Нету А, у тебя Ж под Петру Кстати говоря Пошли к Петре Сначала Идем, да Что-то я совсем забыл Это хорошо, что ты напомнил Мы же ставили Первый город Как раз Под Петру Так Вот у меня Уже есть Гитайры Одна штука Ну, высаживаться Негде Ну, я вот там Попытаюсь Ну, давай Попробуй Ну А что у нас С армией Блин У Сиама Больше армия У меня Тридцать три Ну, я хотя бы Гитайром Ты знаешь Я хоть побегаю У них там Хотя бы Попытаюсь Так Где-нибудь тут есть Эти Варвары Или мы уже Все зачистили Я не вижу У меня только Сверху там осталось О Только что Трирема Вражеская Блин Опасно Гитайров Перевозить Стало Блин Они Меня волнует Что они Видимо Триремы У себя Строят Я правда У себя Тоже Их Строю Ну Если честно Я бы На их месте Это и делал Потому что Ты так Города Поставил Дебильно Да Блин Прям Хоть Гитарам Не плыви Теперь Да Сомнение Теперь Что делать Десячие сады Видимо Все тот же Дели Попытаюсь Я высадиться Следующим ходом Главное Чтобы мне Варвары Не помешали Десячие блин засёк меня сям вот блин чон вы выперся блин уничтожил мою короче у меня проблема с три ремами я фест кликер долбаный я не могу высадиться у меня уничтожены все три ремы на данный момент я не знаю что делать пойду со стороны мумбаи пытаться высаживаться так видимо надо строить сеттлеров хотя куда-то еще город оставить тут уже не вижу куда город ставить город можно поставить где нужно поставить да ну наверху можно вон там где в меха меха овцы коровы там более все есть какой-нибудь идея по стратегии что нам делать глязь открывать других вариантов я не вижу высадка не будет пошел при ремой вниз блин там где я хотел так надо короче 3m построить и контролировать море иначе тут проблемы большие да лучников это ты правильно подводишь блин просто есть армия некуда одевать это очень грустно ну все забиваем на армию но проблема в том что там индия забившая на армию строит блин как прорваться то ё-моё мне надо как-то высадиться гитарами я там наведу шороху надо построить несколько три рем и вверху быть что сверху высаживаться да просто нужно две три три рема ну вот три три рема у меня будет через три хода ну вот давай я щас тоже буду войска на море спускать и пойдем по верху знаешь надо еще один город ставить на побережье все таки я вот только думаю сверху или снизу где тут более производственное место будет ну да не там не там не скажу а смысле на их территории не не на нашей не ну там наши что там что там плохо вот три рема хорошо там у мумбаи три рема нету ладно будем тут стоять чтобы он не мог ничего посмотреть что у нас тут ого чувака две три ремы уже так тоже хорошее место тут встанем так я веду дорогу от афин к пасаргадам хорошо у тебя есть ресурс роскоши какой нет ничего у меня ноль сейчас лошади могу тебе надо держать лошади чтобы были так мне как бы они не нужны вообще то надо было Голландию брать не факт так попытаюсь у мумбаев высадиться еще одна попытка у него тут лучник и там лучник какие то они очень умные мне вот не нравятся такие соперники ну очень умные так ну что библиотеку в афинах строить я имею ввиду обычную библиотеку а ты отстрой а ты можешь лучника с афин убрать а поселение здесь у тебя нет так может поселенца построил лучшего афина да я так и не понял куда мы его будем ставить ну если мы высадимся сверху и закрепимся мы там не высадимся ты же хочешь подожди мы же решили три три ремы ты высаживаешься конницей зачищаешь потом и остальные войсками да я сейчас у мумбаи буду высаживаться блин емое я все войска подвожу туда к спарту так ты подводи все равно там видишь ты видишь что там две три ремы сиама я вижу вижу а внизу тут хоть никого нету пока мне главное разведать территорию найти пыли да вот и что ты возьмешь не знаю можно железо взять подожди подожди у нас один ход до конца денег что мы можем после денег взять civil service можем взять и чеченицу так что драма поэзию нет ты ща ничего не бери вообще жди окончания хода потом гражданскую службу следующим ходом бесплатно гражданскую службу возьмешь я не смогу ее взять? мы не выучили драма поэзию как их мать ну это я не знаю Тогда гильдию возьмём. Не знаю, правда, дофига они нам. Давай драму и поэзию, и потом госслужбу будем учить. Ну, окей. О, блин. У него там уже три медколучника. Хрен я там высажусь, да ё-моё. Подает на мою тререму. Попадай. Стреливай его треремы сверху, видишь? Ладно, пробую высаживаться. Не знаю, что у нас сейчас будет. Да. Бля. Какой просёр гитарера. Так, ты... Я. Аккуратно, тут нам должно хватить. Подбиваем треремы. Конницу убери с побережья. То есть, они пошли навалом? Ну, давайте. Это хорошо. Если мы отобьёмся, это... Это хорошо. Да, бесполезно отдан гитарер. Так, что открываем? Ты взял уже какую-то бесплатную технологию? Да. Ну, и что открываем дальше? Ну, либо в Голиас, либо в госслужбу. Ну, давай в госслужбу. Всё-таки, если мы отобьёмся, мы их тут стопорнём в развитии чуть-чуть. Дай у нас библиотека. И должны выучить научку быстрее. Они-то Каринф нормально обстреливают, я смотрю. Ух ты. Ну, я прям не знаю. Ну, что, подводи всю армию туда, сейчас, и будем отбивать твой город. А ты думаешь, они возьмут? Думаю, да. С ихним фаст-кликом они возьмут его. О, это ты меня хорошо убил. А он может с моря брать? Кем? Лучником нет? Ну, да. Нет, не сможет. Лучником можешь забить. Сейчас нужно убить Триремы. Короче, давай так. Так, я стреляю по Триреме, Сиамской, и ты становишься, и ты его убиваешь той Триремой. Ну, я сейчас шифтом все равно на нее нападаю. Понимаешь? Она останется в живых? Да. Хорошо. Попробую убить. Убил. Ля. Готово. Я убил ее. Я опередил фаст-клики. Я высажусь шифтом, на всякий случай, этим метколуком прямо перед Коринфом слева. Если он вдруг решит передвигаться как-то. Ты можешь воина подвезти туда на атаку лучника? Я на твое место стану. В смысле? Воина убрать мне свою? Да, убери его туда. Так? Да. Что? По-моему, сейчас очень много Трирем пропукали. Смотри, сейчас твоя Трирема умрет. Спрячь ее в город и не знаю. Да. Ну и надо смотреть быстро, чтобы... У него сейчас не появилось. Все сочханалая. Ты бы воина подвел, наоборот. Че ты его убрал? Тебе чем-то... Зачем ты мне сейчас говоришь? Не говори мне сейчас ничего. Вон ты, я макинюш. Ну, заходи в город, ё. Блядь. Стреливай у меня тут. Блин, они спалят, может, его? Блин, я поселенца построил. Куда мне его? Слушай, я вот к тому чуду поведу. Да, я же говорю, там меха, коровы, овцы, олени. Только надо, чтобы ты там варваров поубивал. Там нет варваров. Ну, я их не вижу, по крайней мере. Да, он сжигает город. Да не страшно, там в городе ничего не было. Конечно, не страшно. Так, может, обратно везти? Ставить на это же место только вот, чтобы он не мог взять его? Да, ставь обратно. Это вообще не страшно. Окей, они забрали город. Ну и что? Сейчас на Аргас пойдут потом. Ты можешь убрать верхнего лучника? Что ты поздно говоришь? Обстреливай. Не брал. Только в этот раз поставь уже не на том месте, а вот чуть ниже. Левее коров. Ставь. Ставь. Рmans. Ставь. ну армия теперь у меня больше тебя наверное на втором месте да у меня на втором спарту хотят брать с чего ты взял хотя можете аргас него как ты это определяешь я смотрю по 3 м которые выстраиваются тебе нужно основывать город ну вот нам нужен еще города на побережье понимаешь ты построить город на побережье знаю ну хорошо сейчас петру дострою и построим город на побережье этих ходов еще так ты лес вырубай что ты там вот там лесу оленей прям сейчас и буду вырубать я еще могу купить одну клетку можешь купи не можешь не покупай ты никак не примешь серебро эти уж насколько пытаюсь его отдать ты его не берешь не видел ну вот еще раз спасибо но это очень хорошо и 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 так что без вариантов а я пока в минус уйду отойду спасибо так у меня вопрос когда мы придем к Голиасам кого мы будем атаковать я бы конечно вот этот Си Си Садшаналай чтобы можно было сразу войсками высаживаться я тебя понял только сейчас секундочку я чуть-чуть не успеваю так я так понимаю что следующим ходом уже может пророк рожаться да может и обстреливать ревну около коринфа я убивать не буду полечиться там всякой фигней позаниматься смотри возле Аргаса две три ремы уже ну там на самом деле я не знаю как он прорвется ну ничего у меня там тоже вообще-то две три ремы он их не видит ну одну видит а другую нет может нам высадиться как а наверху где лагерь варваров был так там сидит его медколучник мы можем высаживаться когда у нас побыстрее будут войска передвигаться ну да он блин чётко не ну с производством будет я думаю весело сейчас еще веру возьму правильную ну я смотрю ты по всем параметрам кроме населения ну да и урожайности но Никола там отъедает тупо ну честно говоря с Петро веселей намного стало поздравляю я тебя тоже мы как бы вместе это делали так так ну мне кажется я практически все подходы к городам триремами перекрыл то есть ему ему придется чтобы к городам прорваться хотя бы я вижу ему придется по одному убивать мои триремы у него там уже трирем немерено это супер пускай это супер да пока все хорошо так что она тут с местом на диске пока записывается окей так что мы исследуем либо стену либо богословие и компас давай богословие и компас давай это самое важное я думаю что они потом уже пути идут только вопрос кто раньше придет слушай я не знаю почему но у меня настроение упало ааа варм вот ее блин так я два отряда пока отведу лучников ну отведи и бессмертного блин ну где они там вели город не растет теперь на производство и чеченицу ну да так и делаю так а я все тут а вон еще апельсины можно добавить будет вошли только в средневековье я вижу даже если нет крылья богословия я думаю мы быстрее придем к Голиасам так у меня библиотека в Афинах построена у меня даже в Пасальдады построена какой у меня еще большой город больше у меня больших городов нет окей он пытается все-таки это я а не ты ну он просто он на моего я просто у этого кораблика типа промоушен ага понял слушай где мой пророк все еще не рожается 147 уже странно родится ты поставил сейф ну конечно да вот это мы классную с тобой штуку сделали обмену городов да это вот кто будет смотреть видео потом Никола посмотрит сейчас я все поржу ну а зайц играем турнирную игру да 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 давай окей махнемся городами все производство похерили все вообще все слышишь нормально так можно нет гитара у меня будет стоять для поселенцев убери пожалуйста лучника с апельсинов поставь вот перемести лучников на оленей второго лучника на другого в каринфе да вот так спасибо интересно а рабочего можно захватить с моря то есть если вот стоит чувак рабочий на побережье если он высадится может он высадиться туда или он будет атаковать рабочего высадится может да это точно я проверял однажды там не странно так ну слушай пророк сверху сверху все он ушел пророк не появляется и все ну очень странно ну ничего появится не волнуйся не волнуйся ринф все что за Так, ну я не знаю, каким он тут образом может прорваться. Удали, а сами разве что. Да. Ну, знаешь, какое у нас еще преимущество? Мы хоть одну столицу видим. Да. В некотором роде. Это, конечно, да. Растет у тебя уже, да? Но у нас преимущество, ну, точнее, не преимущество в том, что... Им выгоднее затягивать, я понял. Да. Там традиция. Слушай, а пророк может появиться, если, например... Ну, может такое быть, что он не появляется из-за того, что у меня не построено святилище? Нет. То есть он все равно появится, да? Да. Ну, ну, тогда очень странно. Поэтому так далее. Ну, то есть он. Сейчас все конечно на битролюки, если вы не разбирайте. Там летает нас, поэтому я не понимаю. Да. Х jobbar events. Тут ползали, да. Пока. КОНЕЦ Вот так вот лучше может мне взять пророка с закрытие ветки интересная мысль не но он-то должен появиться ну блин если он не появится или не или рискнуть по идее конечно должен появиться что ты думаешь он появится то есть ты можешь таким же как бы полосу закрыть религию в принципе а что нам еще с воли надо инженер великий полководец нам не нужен инженера на что нечего стену разве что но ее можно руками построить у меня производства достаточно ну чё брать и и только попробую его у тебя уже сейчас сейчас надо брать на данном быстрее убери так плюс четыре до за каждого нет плюс два за каждый город 2 на каждом и плюс и плюс производства да все правильно у тебя не увеличилось теперь ну от веры как то сказать то есть тебе нужен был пророк сто тридцать одну очку надо было набрать теперь сколько надо 201 блин увеличилась да у меня сто семьдесят семь час ничё так следующим берешь что не бери быстрое распространение веры нахер надо ты лучше будешь миссионеров покупать за веру поэтому возьми к чудесам плюс четыре или это не сейчас это в последователях да возьми к чудесам плюс четыре а в верованиях укрепления а зачем мне плюс четыре к чудесам ладно давай чтобы миссионеров быстрее купить давай когда уже появится тогда решим потому что все равно они еще даже не основали религию да плохо что у них в прибрежных городах производства больше будут надо короче надо в деньгики надо идти в деньгики а может в литью мастерскую ну это тоже это еще не скоро а и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, чё у них столько очков? Ну, чудеса, видимо. Да нет, какие-нибудь чудеса там строены. Ну, видимо, что очков не колы. Значит, он строил. Три чудо у него. Пирамиды, висячие сады и Стоунхендж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, знаешь, в чём прикол? Ни у кого, ни у них, ни у нас нету никаких ресурсов роскоши на море. У меня единственного только две рыбы есть. Одна у Каринфа, другая у Спарты, и всё. То есть на море вообще ничего нету. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трэдо? Да. КОНЕЦ Так, нас там еще не вынесли, нет? Нет? А ты хотел бы, да? Там, думал, да уже. Баиньки идти. Блин, у меня минус 12 золота, что там у тебя? Плюс 2. Плохо? Сейчас буду рынки строить везде. Я уже строю в Афиле? Я уже построил в Афиле. Как я вижу, тебя это не спасает. Как-то медленно растет у тебя Персеполис. Только сейчас догонит Афиле наконец-то. Ну, он сейчас растет. Да это он не рос. Так, стоп. Ты только не забирай мои Петрохолмы. И вообще поменьше пустыни забирай, окей? Я буду ставить там, где гейтар стоит. А, хорошо. А зачем тебе вера вообще? Мне незачем. Я тебе буду ее. Если будут рожаться эти великие пророки, тебе отдам. Там место хорошее просто само по себе. А разве если ты мне отдашь великого пророка? Я его смогу? А, ну да. Пока он не использовался ни разу, его можно ставить. Точнее, ты не сможешь, я так тебе скажу, ты не сможешь поставить. Я могу ее поставить на твоей территории. Я вот думаю, может нам часть армии распустить? Да не нужно. Не нужно, это очень глупо. Надо брать глясами, строить глясов. Ага. И как только будет наше водяное пространство... Блин, мне компьютер предлагает ставить правее. Я... Ну, чуть выше этих шкур. В смысле чуть выше? Там уже некуда. Ну, чуть ниже. Чуть ниже. Ниже и левее. Ну, как хочешь, хочешь ставь. Ну, тогда я не дотянусь до чуда. Ну, тут место классное. Ну, ставь там, я куплю две клетки. Ну, блин, тут денег столько, да. В смысле, зачем ты купишь две клетки? Ну, для Синая горы. А, это гботаны? Да. Так потом он сам дотянется. Ты можешь одну купить, а он потом сам дотянется. Ну, деньги сейчас нам нужны. Ну, сейчас, да, сейчас не покупай. В общем, ну, ставь там, хорошо. Потом, тогда подойдешь рабочему, ты закончишь камень тут и пойдешь ко мне, обработаешь шкуры, хорошо? Хорошо. А сколько у тебя вообще этого настроения? Минус один. А, у меня восемь, сейчас тебе дам. Держи. Спасибо. Я в плюсе, ура. Так, ну что, мы уже забили всю территорию. Уже больше не вижу, куда ставить. Конечно, могу еще внизу поставить, где я тебе предлагал. Но стремновато там. Да? Да. Да, там ставить. Зачем смысла? Ну, можно поставить еще вот там, где камень, не рыба, правее Аргаса. Угу. Не, не. И ты мне тут одна рабочая лодка построишь, и я на Сузо их буду обрабатывать. Ну, хотя ладно, ты с ним. Угу. Так, в Афинах. Так, у меня уже через три хода будет строиться национальный колледж. Нифига себе. Ну, надо по науке нам отрываться. Надо нам отрываться. Топ-армии... Ну, на первом, ну... Блин, ну, армия 28 тысяч у Индии. Ну, вообще нифига нет. Так я вот думаю, может, кому-то из нас армия не нужна тоже? Да я же говорю, давай голиасами возьмем море и пойдем высаживаться. Возьмем, возьмем. Вопрос, кого брать будем? Ну, это уже... На что нападать будем? Ну, я бы шел на Сукатай, наверное. Это тяжело, но... Его удобнее всего к ним плыть. На копейщику тебя откуда-то? Ты бессмертного апгрейдил? Да. Эх, надо было Голландию. Хе-хе. Да, то есть Греция тут вообще в пролете. Да. Вообще ничего не смогли. Вообще. Так, пророк. Наконец-то. Укрепляй. И во сколько он у тебя появился? Как сразу 201 или еще там? Не-не, еще там. По-моему, 208 было. Так, смотрим. Значит... Ух... Укрепление мне... Что там? Верование укрепления? Да. Ну, либо защитник... Ну, справедливая война... Это что дает? 20% увеличит боевую мощь. У юнитов рядом с городами. Ну, давай. Вот. Которыми нашими. Либо я бы даже взял... Святой Орден снижается на 30% стоимость покупки миссионеров. Чтобы быстрее распространять религию. Да. Ну, что... Блин. Она на них все равно будет распространяться. Да. Но... Понимаешь, вот миссионеры, они не могут... Вот это такой бонус, который они не смогут использовать. Вот если вот это 30%, да? И на них эта религия распространится. То они тоже будут получать эти плюс 20% рядом со своими городами. Так это на миссионеров. А на миссионеров вот это уже на них не будет. То есть им невыгодно будет ее использовать этот бонус. Так что бери, наверное, его. А последователей что взять? Может, пагоды? Будем тратить веру на пагоды. Это очень классно для счастья. А сейчас секунду. Я уже запутался. Так, миссионеры. И пагоды. Да. А, однозначно. С пагодами я согласен, потому что мне нужно настроение очень сильно. Тебе достаточно одного будет миссионера купить, распространить на два города, центральных. Распространяй на Пасаргады и на Афины. И все, и дальше религия сама будет. Так, тебе механ надо обработать, да? Да. О, Голиасы можно строить. Ух ты. Так. Образование учим, да? Давай. Давай, надо отрываться от них. Это будет удивительно, что два, которые пошли по воле, оторвутся от... Традиционничное. Ничего удивительного. Рядом со Спартой убери лучника-совец. Блин, нам бы, конечно, инженеров выучить в том плане, что по дорогам бегать неудобно. Ну, давай выучим, хорошо. Так, а тебе сейчас дороги сильно нужны? Да нет. Ну, тогда зачем? Ладно, сначала эдукацию, а потом... Так, я у... Что? Да, блин, я... Хочу выучить этот колледж национальный, но... Деньги в минус капают. Ладно. Ну, что, скоро будет коммерция. Слушай, сейчас я закрою волю. Что мне брать? Что тебе брать? Так. Можешь ученого? И садить рядом с твоим Персеполисом? Очень неплохой вариант. Неплохой вариант. Ты скоро национальный колледж постоишь? Через шесть ходов где-то. Нормально. У меня будет через два хода ученый, пока я это веду. Ошибись. Тихо. Тихо. блин думаю покупать клетку для но не все-таки до гора синая нужно уже стали по науке отставать ну отлично они пошли подгонять наверно нижнюю ветку варбовать их мне кажется не у слонов пошли как как слоны сяне высадится не могут ну вот именно 7 минус 1 на вот меня вот почему не нравится воля потому что проблемы с деньгами лично ну в нашем случае проблемы с деньгами из-за войск у меня лично самый большой расход это войска 25 до у меня 28 тоже нам надо города соединять она слышишь надо эгботану и к носа соединить вот с твоим персеполисом хотя подожди может мне мне от афин раз два три 4 5 клеток строить дорогу а те от персеполиса 3 4 5 6 как ботани и раз два три 4 но ты можешь к нососу построить и от этой дороги еще вот с дорог нам будет много идти поближка может быть так началась колледж ну конечно да и потом когда сообразование будет супер и на универ все беру ученого да слушай отлично меня так порадовала только что статистика у них денег еще меньше чем у нас это супер это значит что они ну смогут правда что строить голиаса взял ученого прусь к тебе денег не подкинешь меня минус 4 конечно ну не быстро у меня голиасы строятся лишь у него столица на берегу поэтому у него там побыстрее они будут но с другой стороны настолько сухобутных войск что даже если они захватят на короче пока все нормально блин это плохо что именно стена и оракул ну ладно нормально оракул я хотел строить да ладно не это классная штука это институт коммерции берется это круто сейчас посмотрим что они взяли но пока не видно может мир им предложить что погоним давай зачем они же могут как-то это использовать например начать развиваться раз мы 10 ходов нападать не можем а разве мы не сможем 10 ходов нападать да а я думал только с компьютерами такое нет конечно да ладно я тогда предложил им мир и сисочка на лай в придачу а вот так пускай пускай отдают не согласился да я индусу за мумбаи предложил у тебя есть меха спасибо да у меня уже плюс 5 отлично у меня предложил индусу отдать мумбаи а 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 и а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok